Привет! Меня зовут Елена Коваленко, и я эксперт в области продвижения бизнеса MLM. Почему же я выбрала MLM? Почему я выбрала сетевой маркетинг? И вообще, что такое работа в интернете? Итак, расскажу в этом видео, в чем же преимущество, по моему мнению, сетевого бизнеса перед видами традиционного бизнеса. Но если тебя все устраивает, если тебе нравится ходить на работу, работу, работа-дом, работа-дом, пиво по вечерам, потом стабильная пенсия, ну и сыграл в ящик, то, конечно, это видео тебе вообще нет смысла смотреть. Можешь его выключать и никогда к нему не возвращаться. Но если тебе интересно знать, что же такое сетевой бизнес и какие преимущества он предлагает, то предлагаю досмотреть его до конца. Я уверена, что тебе очень часто предлагают идею сетевого бизнеса и говорят о том, что здесь зарабатывать можно очень много денег, делать ничего не надо. И ты что думаешь? Наверное, это какой-то очередной развод. На самом деле, если тебе действительно говорят, что ничего не надо делать, то это и правда развод. Потому что в любом бизнесе тебе нужно прилагать свои усилия, чтобы чего-то заработать, особенно больших денег. Итак, давай же разберемся дальше. Когда-то мы с мужем, как и многие из вас, работали на дядю. То есть ходили на наемную работу, получали за это стабильную зарплату, но потом в одно время мы поняли, что надо что-то в жизни менять. И мы начали заниматься традиционным бизнесом. Более шести лет мы уже в бизнесе. Перепробовали много чего. У нас было брачное агентство, у нас был магазин игрушек, мы занимались ремонтами, мы занимались установкой жалюзи. И вообще постоянно мониторим рынок, что же сейчас популярно, что работает и что не работает. Но все же для себя в итоге мы выбрали именно сетевой маркетинг. Почему же? Итак, чтобы открыть традиционный бизнес, нужны обязательно денежные вложения. Ну, как минимум, это 1 миллион рублей. И поехали дальше. Ты оплачиваешь многие вещи. Бухгалтерия, отдел логистики, разработка товара, наемная рабочая сила, бухгалтерия. То есть очень-очень много таких моментов, в которые ты вкладываешь в финансы свои. И что же дальше? А дальше прогорит или не прогорит? Выгорит или не выгорит? Как правильно сказать? Думайте сами. Но по статистике 90% традиционного бизнеса закрываются уже через 3 года работы. Представляете? Вот такая вот статистика. Итак, нужно оно тебе или нет? Мы для себя приняли, что нам все-таки это не нужно. Ну так вот, мы, конечно же, как, наверное, и вы тоже всегда были в поиске. А как говорится, если есть запрос, то будет и ответ. И вот нам стали предлагать сетевой маркетинг. Ну, честно скажу, как и 90% людей, наверное, которым предлагают сетевой маркетинг, с первого раза отказывают, даже не разобравшись в этом. Так же было и с нами. Мы отказывались на достаточно многое количество раз, пока все-таки в один момент мы не решили разобраться. А что же это за бизнес? И почему столько миллионеров в этом бизнесе? Итак, бери сейчас ручку и записывай, потому что я перечислю все плюсы, которые дает сетевой маркетинг. Итак, первое. Это бизнес на рычаге. Что это означает? Я уже причисляла, да, что очень много в традиционном бизнесе нужно внедрять и за это платить деньги. Это разработка товара, это юристы, это логистика, это бухгалтерия. В общем, все-все-все это. И что же, в сетевом маркетинге вы становитесь партнером MLM-компании. И компания за вас закрывает все эти потребности. Это же очень круто. То есть вы здесь вообще ничего не вкладываете. Остается вам всего лишь два действия. Рекрутировать, то есть звать людей в бизнес и контролировать процессы. Второй очень важный момент, это, конечно же, сотрудники. В данном случае, когда у вас, например, традиционный бизнес, вы вкладываете деньги, время в сотрудников, которые работают. Но если их что-то не устроило, они или ушли в другую какую-то организацию, или научились у вас, открыли свое дело и пошли сами зарабатывать деньги. Так вот, в сетевом маркетинге все совершенно по-другому. Вы обучаете партнеров, а партнеры эти, когда отделяются, становятся независимыми лидерами, они точно так же приносят вам доходы. То есть они работают сами по себе, а вы получаете с них дивиденды. В наемном труде такого нет, в традиционном бизнесе тоже такого нет. И здесь всем взаимовыгодно сотрудничать, обучать друг друга и помогать друг другу. Например, вы можете познакомиться с 20 людьми, которые станут вашими партнерами. Вы их обучите. И потом, когда они уже станут независимо работать, вы уже с 20 независимых организаций будете получать пассивный доход, который чаще всего также придается по наследству. Знаете, что наше поколение называется поколение миллениалов? Это когда у вас все вокруг цифровое. И в чем прикол нашего бизнеса? У вас бизнес всегда с собой. Бизнес в мобильном телефоне. Бизнес в кармане я его называю. И в чем огромный плюс? Например, если у вас традиционный бизнес, к вам приходят различные проверки, вы привязаны к месту. То есть вы должны жить обязательно в одном городе, где у вас находится ваш традиционный бизнес. Здесь же вы можете ехать в поезде и общаться с партнерами. Лежать на пляже, используя свой мобильный телефон, строить бизнес. Вы не привязаны ни к месту, ни ко времени. И никаких проверок здесь быть не может. И проблем с этим тем более. Ребята, очень важен наставник. Итак, в сетевом бизнесе у вас есть человек, который вам даст абсолютно все знания. Он научит, обучит, как стать number one. Представьте традиционный бизнес. Например, захотели вы открыть ресторан. Вы приходите к именитому ресторатору и говорите, а научи-ка меня, как открыть ресторан, причем я хочу быть самым первым в своем городе. Что он вам ответит? Ха-ха-ха, ты что, ты будешь мне конкурентом. Для чего же я буду тебя обучать? Он никогда не откроет вам свои секреты. Ему это невыгодно. В сетевом бизнесе все иначе. Вашему наставнику выгодно дать вам все самые лучшие инструменты. Потому что если вы станете самым крутым, то он тоже автоматически будет самым крутым и будет получать постоянные дивиденды от вас. Поэтому наставник, спонсор, человек, который обучает вас, который пригласил вас в бизнес, это как раз таки очень круто. У вас взаимовыгода. И даже если вам захочется слиться, у вас будут опускаться руки, да, в любом бизнесе такое бывает. То это тот человек, который поднимет вам настроение, который будет вашим личным психологом иногда и действительно будет держать вас за руку и поможет вам не уйти из бизнеса. Вам хотелось бы, чтобы в сутках было более 24 часов? Мне иногда хочется. Но на самом деле 6 трудочасов вы используете каждый день. А если вы их не используете, точнее, если вы не работаете, да, то вы сосете лапку. А представьте, если к вам придет еще 9 человек, и у вас с ними совместно будет 60 трудочасов в сутки. И даже если вы куда-то уехали, ну или приболели, и вы не можете работать, или просто захотели отдохнуть, да, такое бывает у каждого человека, то эти-то люди все равно будут работать. Например, вы лежите под пальмой, пьете свой коктейльчик, а эти люди работают, ваши партнеры, и зарабатывают деньги. А вы получаете постоянные проценты, постоянные дивиденды. И вот в этом кайф нашего бизнеса. Вы не один, а вы огромная, дружная, сплоченная команда. Огромный плюс, что мы можем вести этот бизнес удаленно. Сейчас же время digital, то есть время, когда все оцифровывается. И с помощью мобильного телефона, вот этой маленькой коробочки, мы можем зарабатывать огромные хорошие деньги. В этом и есть большой плюс. Но на самом деле, есть в соцсети. И утром, когда ты просыпаешься, первым делом, что ты делаешь? Ну, кто-то чистит зубы, кто-то идет в туалет, кто-то берет в руки телефон. И я уверена, что большинство людей делает именно третье действие. И как раз благодаря этому телефону, ты можешь с любой точки земного шара построить свой бизнес. Ты заходишь в соцсети. С помощью пошаговой школы ты выполняешь определенные действия. Люди видят, читают и присоединяются к тебе в команду. И они могут работать, допустим, живя в Москве. Ты можешь жить, как я, в Симферополе. Вы можете друг друга даже никогда и не увидеть. Но этот человек будет твоим партнером. Он работает, а ты тоже получаешь определенный процент с его работы. Классно? Очень, я считаю. Знаете, что мне еще нравится? Что любой, абсолютно любой человек может заниматься этим видом бизнеса. Например, ты студент или наемный сотрудник, или предприниматель. И можно, не отрываясь от своего дела, параллельно с этим делом, как раз строить свою команду в сетевом бизнесе. Или, например, вот как я, мамочка в декрете. У меня есть детки, и я веду домашнее хозяйство. Опять же, параллельно с этими всеми повседневными делами я могу работать. Вот, кстати, мне пришла заявочка, хочу в бизнес. Таким образом я и работаю. Чем больше людей, кстати, тем больше денег. Самое главное, что здесь нет потолка, сколько ты будешь зарабатывать. Когда мы начинали, два года назад у нас было 17 тысяч рублей в месяц дохода. В этом году мы уже получаем более 1 миллиона рублей в месяц. И такое может сделать любой человек. И последнее. Это, конечно же, ваше окружение. В сетевом бизнесе вы поменяете свое окружение. Вы будете общаться с очень успешными людьми. А ведь если вы знаете, что ваше окружение меняет и вас, влияет на вас. Ну и, конечно же, сетевой это тусовки. Тусовки с этими людьми, с успешными людьми, с теми, кто постоянно развивается. И, конечно же, это очень круто. Итак, если вам понравилось мое видео, если оно было вам полезно, то ставьте, пожалуйста, лайк. И, конечно же, подписывайтесь на звоночек. Нажимайте на следующее мое видео. Если у вас ко мне есть вопросы, пожелания, пишите это, пожалуйста, в комментариях. Ну, а с вами была Елена Коваленко. И подписывайся на мой канал. Пока-пока.